Этих химчан почтенного возраста утром не встретишь ни в общественном транспорте, ни в поликлинике. Свой день пенсионеры начинают в парке с палками в руках. После такой разминки быстрая прогулка длиной в три километра к каждому по плечу. Палки поставили и подышали до глубоких выдохновений, глазки прикрыты. У руля группы Николай Марков, инструктор по скандинавской ходьбе, вот уже пять лет подряд собирает вокруг себя единомышленников. Тех, кто оздоровление, общение на свежем воздухе, предпочитает посиделкам дома. Самое главное – это движение, это жизнь. Главное – это работа сердечной мышцы. Это главное из организма. Если мы будем ходить по часу в день, вы никогда инфарктом болеть не будете. Это сердечное мышцы у вас укрепит. А вот для 81-летней Валентины Лудниковой активная прогулка по парку – это не только профилактика заболеваний, но и терапия. Я очень сильно упала и, значит, повредила тазобедренный сустав и руку. И сын мне купил скандинавские палки, чтобы я разрабатывала и ногу, и руку. И мне действительно стало легче. И ноге, и руке. И я очень довольна, что я попала в эту группу. Кандинавская ходьба для пенсионерки Надежды Белецкой – возможность быть всегда в тонусе. Вот эта зарядка и ходьба дает столько энергии, что потом все и в разные кружки, и на мастер-классы у всех хватает сил. Особенно нас поддерживает Николай Николаевич. Он оптимист и говорит нам, девочки, вы все такие умницы и красавицы. Улыбайтесь, занимайтесь, и у вас все будет прекрасно. У нас так и есть. Вступить в группу Николая Маркова может каждый. Занятия проходят три раза в неделю в половине десятого утра. Сбор у входа в парк Дубки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова